Традиционный Саровский фестиваль домашних рождественских вертепов в этом году проходил в пятый раз. Организаторы долго не решались его объявлять в связи с эпидемиологической ситуацией. Однако нашли выход – юбилейный фестиваль сделали виртуальным. Основная часть фестиваля проходит на платформе нашей группы ВКонтакте и в Фейсбуке. Там мы ежедневно выкладываем по несколько постов, рассказывая о предыстории, о истории фестиваля. Если у нас есть видеозаписи выступлений участников, их тоже выкладываем. Эту программу мы назвали «Все вертепы мира». Не все мероприятия фестиваля были виртуальными. Спектакль «Рождественский вертеп» саровчане могли посетить в офлайн-формате. Впервые его показали в Сарове еще в 1994 году на сцене театра драмы. Сейчас в рамках фестиваля он проходит ежегодно. Традиция – такая великая вещь. Как вот елочку мы достаем каждый год, нам не скучно, правда? Наши старые игрушки, какие-то старые украшения. Также этот спектакль мы достаем каждый год и каждый год. Понимаем, что мы очень соскучились по этому празднику, по этому спектаклю. И когда играем, все время открываем что-то неожиданное для себя новое. Изюминкой спектакля режиссер считает рассказ от себя. Здесь не наряжаются в разные костюмы, не используют сложный фольклорный текст, а стараются донести вечную тему для зрителей понятным, доступным и современным языком. Если смотреть фольклорный вариант, то современные дети просто не поймут, о чем речь. Тогда люди жили внутри церковного года, они знали события евангельские. Им был важен не сам рассказ, а то, как это происходит, участие в этом рассказе. А у нас еще стояла задача все-таки эту историю донести. К закрытию фестиваля организаторы сняли мультфильм, который опубликуют в своей группе ВКонтакте.